Здравствуйте, дорогие друзья! 43-й день Амера, Хесет Малхута. Скажем просто, у каждого из нас есть силы, каждому нас небо что-то дало. И вот используем ли мы эти силы для себя, для своего сидения в конуре, или несем это в мир, чтобы помочь окружающим, принести им какое-то дополнительное добро, в этом вот есть большая разница. В сегодняшний день стоит подумать о том, кому мы еще можем помочь. Сегодня необычный день еще и тем, что мы с вами, закончив книгу Ваикра, перешли к книге Бемидбар. Если книга Ваикра это книга Торы для нормальной жизни, то Бемидбар совсем другое. Ведь цель состоит не в том, чтобы набраться знаний и сидеть с ними возле горы Синай. Нет, надо привести это знание Всевышнего в мир, надо увеличить количество святостей, и мы двигаемся в путь. И поэтому название книги Бемидбар в пустыне определяет суть. Это Тора дороги, это Тора, предназначенная для кризисных ситуаций. Движение всегда обостряет проблемы, а в пути необходимо максимально соблюдать порядок. Поэтому недельная глава начинается с пересчета. Открывается нам четвертая книга Торы, кроме Бемидбара ее еще называют числа. В этой книге речь идет о том, как народ 40 лет шел по пустыне, пока не достиг цели земли Израиля. Главу Мемидбар всегда читают перед праздником Шавуот, в котором мы отмечаем дарование Торы. Что это символизирует? Празднуя каждый год Шавуот, мы не просто отмечаем годовщину давно прошедших событий. Дарование Торы. Каждый год Бог дает нам возможность как бы заново пережить этот момент истории, когда мы стояли в горе Синой. И каждый раз Он дает нам новую Тору. Мы заново проникаемся в какой-то новой духовность и получаем то же богословение, озарение из того же источника, как в те дни. Если мы правильно настроимся, то мы получим сегодня Тору, так как получали ее наши предки. Каждый год на новом уровне. Это важнейший праздник. Мы подошли к каждому из нас. Почему Тора она новая и живая? Потому что каждый из нас, в зависимости от того, как он прожил прошлую и вот эти вот три главы, он такую Тору получит на сегодня, а не сегодня, праздник Шавуот на Синае. Мы с вами проникнемся в какую-то огромную ветвь. И вот мы присоединимся к ней, к этому источнику знания на том уровне, как мы отработали год. Лагеря еврейского народа, они всегда располагались в пустыне по кругу. Каждый на своем месте по отношению к центру, к Скинии. И на этом центре было сфокусировано внимание всего народа. И данное расположение символизировало, что каждый человек имел личную связь с Творцом. Все в равной степени, и в то же время каждый по-своему. Подсчет проводился вообще не для статистики, а символизирует то, что каждый человек является уникальной, неотъемлемой частью этого мира. Без которого все неполное. Вот да, вот каждый из нас, кто сидит, слышит этот дурок. Без нас мир неполный. Мы очень важны, ни одним человеком нельзя пожертвовать. Ибо тогда есть недостаток. В глазах Бога каждый человек, эта звезда абсолютная, которая со своего места на небосклоне получает особый свет. Теперь можно понять, почему глава Бемидбар начинается близко к Шавуоту. Это дает нам урок относительно того, что в изучении Торы все равны, все стартовые позиции одинаковые, все к ней близки. И каждому дано внести свой вклад в раскрытие понимания, если мы этим займемся. Поэтому нам надо осознавать свое уникальное положение, роль в мире. Да, в мире, каждый из нас в мире абсолютно уникален. Обратите внимание, Тора дана в пустыне. В пустыне нет чего? Нет фабрик, нет всяких бизнес-центров. Так что если бы мы жили в пустыне, скорее всего, у нас бы не было работы. У нас не было бы ни командующего, ни начальников, ни желающих подчиняться подчиненных. Потому что в пустыне нет областей, районов, городов. Там невозможно находиться в правильной или неправильной стороне. Там нет супермаркета. Мы все бы ели ману небесную, носили бы одну и ту же одежду, пару обуви, которая не ветшала на протяжении 40 лет. Вот поэтому Бог дал нам Тору в пустыне. Если бы он ее дал где-нибудь на центральной улице какого-то крупного города, на Олд-стрите, надо было решать, кого назначить в совет директоров, кто должен обладать контрольным пакетом и так далее. Вы же знаете людей. Если бы надо бы Богу решать, сделать ли это в религиозном, например, если бы он решил в Юрсалиме давать, или в Цфате, или еще где, или в Тель-Авиве, или в Куки-Буце. Я знаю, Бог не хотел для своей Торы никаких акционеров, никакой структуры, никакого социального подтекста. На самом деле вообще никакого. Только мы и Тора. И вот, казалось бы, как прекрасно было бы остаться в пустыне. Но как только Бог убедился, что мы получили Тору, что мы поняли послание, пропустили через себя. А Тора это не продукт какой-то эпохи, среды или культуры. Она принадлежит всем. И он нас сразу в этот же момент что сделал? Послал в города, деревни, на фермы, рынки, университеты, офисы. Он сказал нам, что теперь вы выполните свою часть работы. В наше время делать работу. Тора получена вами. Я вам ее дал с любовью, с силой. Я дал вам огромную мощь. Дал Тору. Теперь вы несите ее в мир. Представляете, какое чудо? Мы можем добавить силу Торе. Каждый из нас. Это совершенно потрясающе. Вот это вот надо осознать перед наступлением праздника Шевода. Мы должны понять, что каждый из нас пришел в этот мир для того, чтобы что-то в этом мире изменить. И нам кажется, что я могу? Я маленький человек. Это не так. Бог лучше знает, что он делает. Если мы хотим, чтобы Бог услышал наши просьбы, мы должны прислушиваться к тому, что он хочет от нас. И тогда все станет на места. Брахава и Ацлаха. Хорошей недели, хорошего дня и хорошей книги. Продолжение следует... Продолжение следует...